Сегодня живет в режиме чрезвычайного положения. Власти региона пошли на крайние меры из-за массового наплыва беженцев с востока Украины. Только за последние сутки 7 тысяч человек. Как принимает людей, жизнь которых сломала гражданская война, увидел Леонид Нечпуренко. Этим женщинам пришлось покидать родной Славянск под артиллерийским огнем. Оксана была дома с детьми, когда прямо во двор стали падать снаряды. Я уже говорю, да у девочки на счет раз, два, три, говорю, быстренько нагнулись и побежали, говорю, в погреб. Это минами кидали. Минами, да. Только в погреб запрятались, только-только крышку этой дома опять бубу, бубу. При мне взорвалась бомба, сгорела машина, женщине поранили ноги, везде летят стекла, падают ветки, крики. За полтора метра опять снаряд падает. Морально это очень тяжело выдержать. Дети плачут. До автобусов, которые были готовы перевезти беженцев в Россию, в буквальном смысле бежали. На сборы было не больше 15 минут. Кто-то захватил документы и детскую одежду, другие не успели и этого. В этом лагере в 40 километрах от границы разместилось около 400 беженцев. И для большинства из них эта ночь станет самой спокойной за последние несколько недель. Наконец, они твердо знают, что не услышат звуков выстрелов и взрывов и не придется в спешке погибать свои жилища. Правда, для этого им нужно было приехать в другую страну. Только за последние сутки в Ростовскую область въехали более 7 тысяч жителей Донбасса. Из-за такого наплыва в приграничных районах ввели режим ЧАЭС. Это нужно, чтобы иметь возможность финансово помогать пострадавшим из областного бюджета. Сейчас с решением губернатора объявляется режим чрезвычайной ситуации в 15 муниципалитетах приграничных Ростовской области. Я думаю, что этому примеру последуют и другие приграничные области. Та же Белгородская область, которая много принимает сегодня детей. Воронежская область. Первыми помощь беженцам оказывают ростовчане. Приносят одежду, лекарства или просто овощи со своих огородов. Здесь все. Шампуни, одежда, горшки, посуда, даже ванночки. Были коляски, сегодня раздали. Если поток беженцев увеличится, то вновь прибывающим придется жить в палаточных лагерях. Но пока людей удается размещать с относительным комфортом. Почти у каждой семьи отдельная комната. Что будет завтра, беженцы не знают. Многим просто некуда возвращаться. На месте их родных домов в Донбассе теперь руины. Леонид Нечпуренко, Денис Фазылов, РЕН-ТВ, Ростовская область.